Всем привет! Это Хамисворд и это выпуск новостей этой недели. Контента сейчас мало, соглашусь, однако остается немного времени до ЕГЭ, поэтому скоро я полностью вернусь. Первая новость. Новые главы фэнтези, провожающие в последний путь Фрирен, в настоящее время не публикуются. Последняя на данный момент, 130-я глава, была опубликована 8 мая, а сама манга взяла очередной перерыв. Кстати, интересный факт. Недавно провожающая в последний путь Фрирен была признана лучшей в категории Сёнэн. Следующая новость. Новые главы манги Мемуары Ванитаса на вампирскую тематику не будут выходить в течение двух месяцев. Следом за взятием перерыва у Фрирен, это же сделала манга Мемуары Ванитаса. В мае и июне не будут выходить новые главы манги. Однако это все относительно грустные новости, но естественно были и хорошие. Сильнейший маг армии Короля Демонов оказался Человеком. Новый персонажный тизер фэнтезийного аниме. Показ сериала начнется в июле. Краткое описание. Сильнейший маг армии Короля Демонов, так называют Айка, способного в одиночку захватить замок, уничтожая противников с помощью могущественной магии, он без сомнения самый настоящий монстр, вызывающий уважение у друзей и вселяющий ужас во врагов. Однако у сильнейшего мага есть секрет, который он не может рассказать другим демонам. На самом деле он человек. Завязка очень сильно напоминает одну хентай мангу, про которую мне естественно рассказывал друг, я такое не считаю ни в коем случае. Там тоже был волшебник, который оказался Человеком. Его колдрач зовут, можете загуглить. Так вот, по описанию звучит как что-то второсортное, однако перед тем, как делать выводы, посмотрите на тизер. Субтитры создавал DimaTorzok Идем далее. Следующий том манги «Игра друзей», по которой сняли аниме, станет последним. Точная дата выхода неизвестна, однако уже опубликовали, что 26 финальный том выйдет осенью. Как хорошо, что оно заканчивается, это просто смесь жестокости и насилия. Однако заценить можно, достаточно интересно. Следующая новость. 29 августа на Netflix дебютирует аниме по Терминатору. Данный франчайз получил название «Терминатор Zero». Состоять он будет из 8 серий. Основные действия будут происходить в Токио. Шоу-раннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Мэтсон Томлин. Это сценарист фильма «Проект Сила» и предстоящего сиквела «Бэтмена». А за всю анимацию отвечает японская студия продакшен IG. Вот они, кстати, крутые. Они волейбол анимировали. Давайте я прочту описание. 2022 год. В будущем уже несколько десятилетий идет война между немногими выжившими людьми и бесконечной армией машин. 1997 год. Искусственный интеллект, известный как Скайнет, обрел самосознание и начал войну против человечества. Между будущим и прошлым оказывается женщина-солдат, посланная назад во времени, дабы изменить судьбу человечества. Она прибывает в 1997 год, чтобы защитить ученого по имени Малкальм Ли, который работает над запуском новой системы искусственного интеллекта, призванной противостоять надвигающейся атаке Скайнета на человечество. Пока Малкальм разбирается с моральными сложностями своего творения, за ним охотится неумолимый убийца из будущего, и это навсегда меняет судьбу его троих детей. Не думаю, что у меня получилось так же брутально, как в старых озвучках, но да ладно. На такой пафосной ноте мы идем с вами далее. Известна дата старта фэнтези-аниме «Хроники людей и демонов». Как оказалось, данное произведение стартует не в июле, а 27 июня. Первый эпизод будет длиться один час. Ну что, прочтем краткое описание? В период Эда в одной горной деревне жила жрица по имени Ицуки Химы. Джинто, телохранитель жрицы, отправляется в лес, чтобы убить таинственного демона. Ему удается победить, но при этом сам он становится демоном. Теперь человеку-демону придется пойти от эпохи Эду до периода Хейсэй, чтобы остановить свою сестру, которая тоже стала демоном. Ведь есть предсказание. Через 170 лет произойдет катастрофа. Все люди будут уничтожены, и родится король, который будет править тьмой вечно. Вот это звучит действительно круто. Возможно, местами клишейно, но если главный герой здесь будет превозмогать себя, я однозначно добавлю себе это в избранное. И последняя на сегодня гипербазированная новость. В Нетфликсе появится анима-кроссовер Баки Ханма против Асуры Кингана. В нем будут биться Баки и Асура. Звучит чрезвычайно интересно. Это две абсолютно разных вселенных, но при этом и там, и там люди дают друг другу в рожу. Однозначно буду ждать, и возможно, даже озвучу в общий доступ, если мне зайдет это месилово. Ну, люблю я такой жанр, что поделать. На этом все, с вами был Хамисворд, и еще услышимся.